Вернуть до 300 тысяч за оборудование. Стартовал прием заявок на выдачу компенсации местным предпринимателям. Сколько денег и за что можно получить из муниципальной казны? Санкции не боимся. Районные фермеры поучаствовали в ярмарке выходного дня. Как аграриям удается сохранять объемы производства в сложных экономических условиях? И доедем без проблем. В нескольких дачных кооперативах вновь ходят автобусы. Какие и во сколько обойдется проезд? Здравствуйте, меня зовут Валерия Кудрявцева. Это программа «Говорит район». События муниципалитета. Интервью, проблемы и их решения. Говорит Сургутский район. Показывает телеканал «Сургут-24». Предприниматели Сургутского района могут вернуть часть своих затрат. Речь идет о предприятиях, которые занимаются социально значимой деятельностью. Например, доставка еды, пекарня или парикмахерская. Подать заявление в администрацию можно до 25 апреля. Бизнесменам могут компенсировать половину расходов на аренду помещения, но не более 200 тысяч рублей. На приобретение оборудования до 300 тысяч и коммунальные услуги в пределах 100 тысяч рублей. Первые желающие на получение компенсации уже есть. Один из них – Максим Григорьев. В конце прошлого года молодой человек открыл доставку пиццы в Солнечном. Сейчас планируют расширяться и покупать оборудование. О поддержке я узнал от администрации. С нами работают, то есть постоянно в контакте мы находимся. Нам оповещают, приглашают, рассказывают, что есть какие-то поддержки. До этого я не знал вообще, когда открывал бизнес. Открыл, как бы пришли, объяснили, что можно воспользоваться. Объяснили, какие документы нужны. И вот я собрал, попробую подать. Сейчас мне рассказали, что планируется возмещение рекламных затрат на макеты, я так понимаю, рекламные ролики. И я планирую тоже воспользоваться. В этом году из-за кружной казны Сургутскому району на возмещение затрат предпринимателям выделили 3 миллиона рублей. Поддерживают бизнесменов и из местного бюджета. До 40 тысяч рублей можно вернуть за затраты на рекламу, до полсотни тысяч за обучение. До 60 тысяч рублей возместить за расходы на консалтинговые услуги. Критериями обязательно должен быть, чтобы предприниматель должен осуществлять деятельность на территории Сургутского района, а также состоять на налоговом учете в налоговой Сургутского района. Кроме того, он должен уплачивать налоги в консолидированный бюджет Сургутского района. То есть это мы запрашиваем сведения в налоговую и нам приходит информация. Кроме того, обязательно у предпринимателей не должно быть налоговых задолженностей, не только в налоговую, но и в фонды, фонд социального страхования. Поддерживают в Сургутском районе не только предприниматели, но и производители. Например, 8 миллионов из муниципального бюджета в прошлом году выделили на рыбную отрасль. Фермерам же в 2021 направили 253 миллиона из окружной казны. Специалисты профильных служб отмечают, что если сравнивать первый квартал 2021 и 2022, то аграриям удалось сохранить объемы производимой и реализуемой молочной продукции, а мясной даже увеличить на 3%. Кстати, за два прошедших года значительно сократилось количество ярмарок, которые помогают фермерам и в реализации товара, и в расширении круга покупателей. Сейчас организация торговли в таком формате выходит на допандемийный уровень. На одной из ярмарок мы пообщались с местными товаропроизводителями и узнали, пугают ли их санкции и экономическая ситуация в стране. Семейный бизнес Марзияд Дейтбековой существует уже много лет. Начинали с продажи вяленой, копченой и соленой рыбы других поставщиков. Позже открыли свой коптильный цех. Было это в далеком 91-м году. Именно тогда Марзияд купила единственное зарубежное оборудование, которое служит до сих пор – немецкие печи. Все остальное – наше отечественное. Поэтому санкции не боимся, подчеркивает предприниматель. Экономические сложности в стране настолько не пугают женщину, что в ближайших планах увеличение ассортимента. Я хочу открыть консервную линию. Нужно на этом мне подумать, как это сделать. Я арендую помещение, не моя собственность. Поэтому мне надо с этим вопросом сперва решить. И занимаюсь, еще хочу заняться полуфабрикатами. Мы хотим сделать полуфабрикаты из щуки, например. Из этого езя хотим. Окуня хотим сделать. Окунь очень хорошо у нас спросом пользуется. На ярмарке выходного дня местных товаропроизводителей прилавок Марзияд Дейтбековой был одним из популярных. Местная рыба всегда пользуется спросом, отмечает предприниматель. Ведь свежесть продуктов – ключевой фактор при покупке. Рыба только что пойманная, свежая. Зачем нам ждать какую-то рыбу, которая привезена месяц назад, если она только свежая, замороженная? Так оно же наше без всяких там… Там же пока довезут, пока что оно, огурцы особенно, то каша, то еще что-нибудь. А это же наше. Хочется что-то свеженькое покупать детям. Рыбу, например, мясо, мясные продукты. Молочные вот эти очень хорошие. Я всегда покупаю вот сейчас сметана, там творог. Мяса и молочных продуктов из Сургутского района на ярмарке тоже было много. В том числе от КФХ Капсамун. В ноябре прошлого года из-за вспышки африканской чумы свиней хозяйству пришлось ликвидировать всех поросят. Но предприниматели не унывают. Вместо свинины нарастили производство других товаров. За четыре месяца больше стало у нас, как бы, телятина, говядина больше. Молоко у нас в этом году вообще больше. Тоннами уже свое молочко. Козье молоко. Переходим на козье. Больше покупают. Наши сургутские районы свое больше покупают. Мы начали делать сыры свое. Сыры, брынзу делаем, творог. Как бы молочкой лучше. За два дня фермерам сургутского района удалось продать на ярмарке товаров на 800 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что подобная событийная торговля – хороший способ для производителей сразу реализовать большой объем продукции. Ярмарочные мероприятия, они, конечно же, расширяют и для товаропроизводителей рынок сбыта, и для потребителей возможность приобрести данную продукцию. Опять же, сошлюсь на пандемию, она очень серьезно ударила по количеству ярмарочных мероприятий, которые были проведены в 2020 и 2021 году. Но для сравнения, можно сказать, что если за первый квартал 2019 года мы провели 17 ярмарок с общим оборотом почти 3,5 миллиона рублей, то, к сожалению, в 2021 году это было всего две ярмарки, менее 600 тысяч. Сохранить производство в условиях ограничений помогли постоянные точки реализации. Продукцию трех предпринимателей сургутского района «Белоярочка», «Кафеха Бекон» и «Деревенька» можно найти и на прилавках федеральных сетей. Кроме этого, ежегодно фермерам выделяют субсидии. Так, в 2021 году муниципалитет выплатил слихозпредпринимателям 253 миллиона рублей. Виталий Торопов, Валерия Кудрявцева и Юрий Чанцев специально для программы «Говорит район». Показать, что мы уже сделали, и дать понять, что нам можно доверять. На этой неделе в муниципалитет приехали депутаты Окружной Думы. Парламентарии посетили сразу несколько объектов. Строящийся школу и функционирующий детский сад и парк в Солнечном также народным избранникам презентовали проект благоустройства Барсовой горы. Обо всем по порядку расскажет Дмитрий Руковец. На благоустройство одноименного парка в Солнечном из бюджетов трех уровней потратили 52 миллиона рублей. Место отдыха популярностью пользуются прежде всего потому, что занятие тут себе найдет любой житель. Пользуются все жители Солнечного, это порядка 4,5 тысяч населения. Сегодня, к сожалению, опять-таки, повторюсь, погода не очень, а так обычно здесь всегда парк полностью задействован. Здесь еще присутствует скейт-зона, спортивная площадка и детская площадка. Рядом находится хоккейный корт. Хоккейный корт тоже одно из любимых мест жителей в Солнечном. Даже есть своя команда, которая занимает призовые места на районных соревнованиях. Лед у нас в зимний только период. Летом используются под летние виды спорта, футбол, ну и все то, что приемлемо. Общая площадь хоккейного корта 1980 квадратных метров, с самой коробки порядка полутора тысяч. Окружные парламентарии осмотрели строящуюся в Солнечном школу на 1100 мест. Председатель Думы Югры Борис Хохряков поинтересовался, когда завершится строительство. По словам Ольги Кочаровой, объект должны ввести в эксплуатацию к концу июня, затем предстоит лицензирование. На территории Сургутского района есть два больших сельских поселения, где на сегодняшний момент функционирует всего лишь одна школа. В каждой школе обучается порядка, вот в Солнечной школе 1700 детей, в Нижней Саратымской 1900 детей. И порядка 44% наших детей на сегодняшний момент обучается во вторую смену. Поэтому еще в 2017 году мы инициировали внесение в государственную программу строительства данных объектов. В новую школу в Солнечном из действующего образовательного учреждения приведут 980 человек. Таким образом, все ребята сельского поселения будут учиться в первую смену. В освободившееся время в учреждении организуют кружки и секции. Побывали депутаты и в действующем детском саду на 300 мест. Здесь у нас три группы раннего возраста, до трех лет ребятишки у нас здесь посещают детский сад. И 12 групп детей уже старше трех лет. С вводом этого корпуса вот получилось у нас на Солнечном организовать прием ребятишек до трех лет. Члены координационного совета познакомились с методиками, которые используют в образовательной программе дошкольников. Депутаты даже на несколько минут погрузились в мир детства. Это красиво! Треть! И еще разочек! И еще разочек! Вот, такой у нас веселый старик получает. Следующей точкой поездки народных избранников стала киберарена в Барсово. Там парламентариям презентовали проект музейно-туристического комплекса «Барсово-гора». Проектированный музейно-туристический комплекс «Барсово-гора» разместится в самом центре достопримечательного места. И на начальном этапе проходят представлены двумя объектами – музей Барсово-гора и туристический комплекс «Барсово-гора» – человечность. После презентации за круглым столом обсудили развитие туристической отрасли в Югре. По мнению депутатов, у Сургутского района есть все шансы, чтобы стать главной окружной точкой притяжения. Мы сегодня на круглом столе будем рассматривать вопрос развития туризма, в том числе и Сургутского района. И как раз то, что здесь планируется по туристическому комплексу «Барсовой горы», конечно, это очень здорово. Впечатление хорошее, Сургутский район динамично развивается, и мы этому рады и всегда готовы этому способствовать. Проект туристической тропы «Барсовой горы» максимально экологичный. Маршруты будут проложены по существующим лесным дорогам с учетом естественного ландшафта. Общая протяженность – 5 километров. Гости во время прогулки осмотрят 15 локаций и побывают на двух смотровых площадках. Строить объект в Сургутский район планируют на собственные средства. Однако глава Андрей Трубецкой надеется, что только пока. Наверное, Барсово-гора, конечно, заслуживает большего. Вот по уникальности это такое место, оно ничуть не уступает пирамидам Гизы. А проект достаточно скромный, ну как скромный, 360 миллионов рублей. То есть мы его и проектируем, и начинаем строить за счет средств местного бюджета. Конечно, если были бы там предусмотрены средства регионального бюджета, федерального, проект был бы гораздо более масштабный. А так, что называется, по средствам. По мнению директора департамента промышленности Югры, у Барсовой горы есть все шансы стать объектом не только окружного, но и федерального значения. Проект Барсово должен стать первым на территории региона культурно-исторической территории отдыха федерального уровня и главным местом рекреации жителей Сургута. Как раз из тех проектов, которые здесь представлены, самые большие перспективы как раз у проекта Барсово-гора. И разработчики сравнили даже, если реализовать те задумки, которые они нам предложили, именно как комплексную территорию, то Барсово-гора может абсолютно точно конкурировать с проектом «Зарядье», который в Москве находится. Кирилл Зайцев отметил важность коммерческого эффекта от вложений. Музейно-туристический комплекс нужно сделать таким, чтобы он был интересен и посетителям, и бизнесу. Дмитрий Круковец, Валерия Кудрявцева, Юрий Чанцев специально для программы «Говорит район». За два года в Сургутском районе планируют установить 8 теплых остановок. Муниципалитет уже заключил контракт с подрядчиком на 16 миллионов рублей. Это та же фирма, что изготавливала павильоны для поселений района в прошлом году. По словам специалистов, зиму они выдержали достойно и получили много положительных отзывов от жителей. В 2022-м комфортные места ожидания общественного транспорта появятся в Лямино, Сытомина, Ультьягуне и Рускинской. В 2023-м в Локосово, Угуте, Тундрино и Сайгатина. О других интересных событиях в дайджесте новостей. Дачники Сургутского района вновь смогут добираться до участков на автобусе. В муниципалитете возобновили работу общественного транспорта. Техника ДОСОД победит один и победит два. Ежедневно отправляется от остановки больничный комплекс. А к ДНТ «Брусничка» от УБР. Эти маршруты организовывает Департамент дорожного хозяйства Югры. На прошлого подрядчика постоянно жаловались жители. После фиксации нарушений договор с ним был растопнут. Сейчас до «Бруснички» ездит автобус компании «Спата». Проезд стоит 90 рублей. Что касаемо маршрутов «Победит один» и «Победит два», там осуществляет работу ООО «Русская» транспортная компания «Нарт». По расписанию также ходят автобусы среднего класса. Периодичность движения – три круга рейса в день. Проезд по «Победитам» стоит 50 рублей. В этом году на ремонт и строительство дорог в Сугутском районе планируют потратить около 300 миллионов рублей. Из них 218 – из муниципального бюджета, остальные средства округа. Уложат новые дороги к школам на Белом Яру и Солнечном, обновят внутриквартальные проезды в 8-м микрорайоне Лентора и к участкам ИЖС в Высоком Мысу. Их общая протяженность больше 4,5 километров. На капитальный ремонт потратят 162 миллиона рублей. Новый асфальт появится в Белом Яру, на улицах Фадеева и Набережной. Реновации дождутся внутриквартальные проезды в Солнечном и несколько улиц в Русскинской. В последнем поселение работы проведут за счет средств недропользователей. Опасения не всегда есть, ситуация достаточно сложная. Можно сказать, даже напряженная, с учетом того, что у нас материал вроде бы производится весь на территории Российской Федерации для строительства. Допустим, тот же самый пример. У нас щебень стоит в месте производства 400 рублей. Он как был, так и остался. У нас фактически минимальный подъем стоимости. Но выросла доставка. Да, это стоило 500 рублей привезти сюда. Теперь стоит 2200. Мы отыграли все контракты. К сожалению, у нас сейчас на данный момент нету действующих, потому что люди не вышли, так называемые застройщики. Сейчас производим коррекцию смет, строим, проектируем по новому ГОСТу. Дартс, бильярд, прыжки, волейбол и другие дисциплины. В течение двух недель чиновники Сургутского района будут выяснять, кто самый сильный и ловкий на 11-й Спартакеаде муниципальных служащих. Старт дали 2 апреля. Участие принимают 7 команд. Итоги подведут 17 числа. Лучшие отправятся на окружные соревнования, которые пройдут в Ханты-Мансийске с 11 по 17 мая. Лучшие муниципальные служащие отберутся в одну команду и будут предоставлять наш Сургутский район на окружной Спартакеаде среди муниципальных служащих. Побольше, чем в прошлом году, потому что прошлый год, как и позапрошлый, был пандемийный. Нам, слава богу, получилось завершить ту Спартакеаду. Мы как бы провели, но на округ не поехали, потому что там уже пошли отмены спортивной массовой формы. А так, команда была сформирована, в принципе, боеспособна и готова была покорять вершины. Это была программа «Говорит район». Все выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте о.медиа, а также на YouTube-канале «Сургут-24». Другая актуальная информация в удобное для вас время доступна также в официальных аккаунтах Телеграм и ВКонтакте. Будьте здоровы и только хороших вам новостей! До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова